Арт-терапевт, член арт-терапевтической ассоциации, сертифицированный коуч, член ассоциации коучей ICTA, автор многочисленных публикаций и статей. С радостью передаю слово Светлане и до встречи в конце вебинара, где я вам расскажу более детально о нашем вебинаре, который пройдет 12 марта. Продолжение следует... Чтобы четко понимать, что мы находимся с вами ВКонтакте в одном поле и чтобы увидеть сейчас демонстрацию экрана, которую я вам подготовила. Итак, отлично. И хотела бы отметить, что у нас сегодня обучающий гостевой вебинар, поэтому для меня очень важно узнать свою целевую аудиторию. Насколько вы действительно являетесь специалистами, которым интересно будет сегодня прослушать данный вебинар. Если вы психологи, если вы тренеры, если вы коучи и другие специалисты, которые используют в своей работе метафорические ассоциативные карты, я буду очень рада увидеть в чате, чтобы действительно понимать, что я могу использовать профессиональный сленг. Если вы не обладаете навыками именно касаемых психологии, то тогда также отметьте для себя. Я буду пояснять дополнительно. Итак, я вижу, что у нас педагог-психолог, психолог-психолог, семейный психолог, детский и семейный психолог. То есть целевая аудитория моя. Все отлично. Тогда я, тогда я, тогда я начинаю работать уже непосредственно. Коуч Марина, да. Пока учусь, но давно увлекаюсь, пишет Николь. Отлично. Если вы увлекаетесь, значит, ваша мотивация, она настолько велика, что позволит вам действительно понимать все то, что мы сейчас будем проходить. Если я что-то объясняю, говорю, даю какую-то технику вам, потому что я сегодня буду даже на гостевом вебинаре уже давать вам основы, которые позволят вам сделать выводы о том, что действительно посещение 12-го, я вернулась, я вернулась, я здесь, я вернулась, я здесь. И, отлично, отлично. Сегодня суббота, я думаю, что многие сейчас находятся в интернет-пространстве, поэтому ничего страшного. У меня все слажено-налажено, не переживайте, я сразу же сделаю все возможное для того, чтобы быть интересной с вами. Итак, у нас сегодня обучающий гостевой вебинар. Называется он «Метафорические ацетивные карты моей субличности». Я сегодня вам буду предлагать техники, касаемо колоды, которые я специально разработала для того, чтобы упростить конкретно свою работу. Потому что работая в направлении «Метафорических ацетивных карт» 2013 года, я поняла, что необходимо знать, что у тебя такой инструментарий, который позволит оставлять клиента ресурсным и всегда выходить в состоянии наилучшего результата. Сегодня я буду раскрывать самые главные секреты, которые я для себя выявила, почему именно эта колода ресурсна, почему именно эта колода позволяет сделать максимум, максимум и принести максимум пользы для клиента. И я думаю, что представляться, если, конечно, есть дополнительные вопросы непосредственно по моей спецификации в работе, вы можете дополнительно задавать. Но я здесь дополнительно скажу, что работаю я в направлении гендерных отношений, безусловно. И также я сейчас активно работаю в области детско-родительских отношений, провожу обучающие тренинги для детей в направлении «Изотерапия», «Арт-терапия», «Сказка-терапия» с использованием «Метафорических ацетивных карт», где детки учатся самостоятельно восстанавливать саморегуляцию, то, что их не учат в школе. Система нашего образования желает, конечно, лучшего, но мы сегодня ее не будем обсуждать, потому что это уже бессмысленно. Но я все-таки уверена, что если дополнительно обучать детей самостоятельно восстанавливать саморегуляцию, ассертивность, то тогда есть все шансы у наших детишек, что они действительно будут очень успешны в будущем. Каким образом еще я метафорические ассоциативные карты использую? Я их использую также в своей работе при проведении собеседований, потому что в первую половину своего рабочего дня я работаю директором по персоналу. Таким образом, у меня получается в совокупности есть возможность получить информацию, начиная от детско-родительских таких отношений и заканчивая уже тем конкретно, что получилось в итоге, когда ребенок вырос, пришел ко мне на собеседование, приходят не только дети, но и совершенно взрослые. И ты понимаешь источники, которые позволили ему совершить то или иное действие в своей жизни. И сегодня мы это будем с вами все разбирать. Я сегодня предоставлю максимум техник для того, чтобы вы уже сегодня могли понять, если кто-то до этого не работал с метафорическими ассоциативными картами, про что это. И также, конечно же, я буду рассказывать о том метафорические ассоциативные карты, консультирование, виды консультирования, способы взаимодействия с клиентом, секреты успешного арт-терапевта в работе с метафорическими ассоциативными картами, специфика консультирования. И я также сделаю презентацию своей колоды, расскажу о ней подробно, и о руководстве по работе с картами также расскажу. Итак, у нас сегодня будет с вами практика техники линии жизни, возможности план действий, совет карты, колесо жизни и мой мир. И, конечно же, прежде чем мы с вами начнем, я прям хотела бы уточнить, все ли сейчас у всех работает, все ли меня слышат, для того, чтобы я уже начала давать вам основы, которые позволят вам в будущем четко понимать, где и когда вы можете использовать метафорические ассоциативные карты. Отлично. Диапазон применения метафорических ассоциативных карт очень велик, очень велик. Если вы проникнетесь и поймете работу, алгоритмы работы с ними, я буду, безусловно, давать уже 12 марта, потому что я буду четко понимать, что вы уже определились, и вы четко понимаете, что метафорические ассоциативные карты про вас, и тогда этот материал будет для вас очень важным. Мало того, что диапазон применения очень велик, потому что здесь можно работать и как с личностным ростом, и с посттравматическим синдромом, и проблемы детско-родительских и супружеских отношений. Также можно карты использовать в групповой динамике. Также можно решать различные конфликты и действительно показать, где была проблема конкретно в динамике той или иной группы. Также это целополагание и, конечно же, смысл жизни. Безусловно, миссия жизни через нейрологические уровни как раз-таки очень-очень ясно и точно можно выразить через метафорические ассоциативные карты, работая с различными техниками, которые можно использовать. Что они развивают, эти карты? Безусловно, они развивают метафорический интеллект, воображение, фантазию и ассоциативное мышление. И ассоциативное мышление, что самое важное, потому что у нас есть сейчас, есть сейчас зоны, где мы не можем конкретно себя проявить, но через ассоциативное мышление мы раскрываем себя. Мы как будто на принтере через бессознательное наше распечатываем всю информацию из нашего бессознательного и получаем доступ к нему. Таким образом мы сначала анализируем, потом осознаем, про что это, и, безусловно, интегрируем это в нашу жизнь. Что они стимулируют, эти карты? Безусловно, клиент, который приходит к вам и начинает работать с метафорическими ассоциативными картами, он, у него начинается эффект самопознания, он сам ищет поиск причин и способов решения сложных ситуаций. Если вы клиента правильно проведете и научите работать с собой, с самим собой, и таким образом восстановите его саморегуляцию, то он будет бесконечно вам благодарен. Я получаю много отзывов, когда действительно уже через какое-то даже время я случайно встречаю своих клиентов, или они даже специально мне звонят и говорят, что, Светлана, вы научили нас вот этому, вот этому, вот этому, вот этому. Теперь, как только происходит в моей жизни вот это, я сразу вспоминаю, как это было, что мы конкретно с вами применяли, и таким образом я сам, и он гордится то, что он это сделал сам, что он не побежал снова к специалисту, ему не потребовалась помощь. Именно вот это конкретное решение, которое он принимает сам, безусловно, это ваш успех. Это ваш успех как специалиста, и таким образом я уверена, что если вы познаете вот эти все грани, отточите вот этот свой механизм, тогда вы будете востребованным специалистом. Потому что клиент при помощи вас восстанавливает контакт с собой и доверие к себе, и таким образом он восстанавливает первую базовую потребность и вторую базовую потребность. Я доверяю миру, мир доверяет мне, он несет только позитивное в мою жизнь. И вторую базовую потребность, я в контакте с собой, я верю в то, что я делаю, и я знаю то, что я делаю. Чувствуете разницу, когда он действительно уходит с этими открытиями от вас, и тогда, и тогда его жизнь снова наполняется вот этим внутренним пространством ребенка, и, безусловно, он уже делает те шаги, минуя, минуя вот этот вот эффект, вот этот, знаете, прошлый опыт, негативные какие-то эмоции, он как будто бы его не то, что забывает, он его не забывает, он его, безусловно, использует, он его просто по-другому на это смотрит, он этот личный опыт уже рассматривает, как, что бы я сделал, если бы я снова очутился в этой ситуации. Тогда все выстраивается совершенно по-другому на линии времени здесь и сейчас. Дальше. Дальше мы с вами разбираемся, есть ли здесь понятно, есть ли здесь вопросы, но я думаю, что здесь вопросов еще не будет, потому что здесь очень полная и в то же время краткая информация. Итак, мы с вами продолжаем. Добрый день, участники, которые снова подключились к нам. Добрый день, доброе утро, я очень рада вас приветствовать. Я уверена, что у нас целевая аудитория продолжает оставаться той же. Я вижу, что Антонина пишет, что чувствует психолога. Да, Светлана подключилась к нам, отлично, я рада всех вас видеть. Итак, виды консультирования, следующий момент, виды консультирования. Кто может применять метафорические ассоциативные карты? В своей работе, безусловно, применяют психологи, коучи, примера, педагоги и другие вообще помогающие профессии людям выйти на какой-то уровень осознанности. Использование маг и возможности. Я использую метафорические ассоциативные карты с детьми от 4 лет. От 4 лет. И таким образом я выстраиваю их внутреннее воображение, где они через образы мне рассказывают о том, что действительно в реальной жизни происходит. И, конечно же, безусловно, это идет и развитие еще интеллектуального уровня. И карты я использую, границ использования карт, есть исключения, где их нельзя использовать. Но об этом я буду рассказывать уже 12 марта. Там, где мы не можем их использовать, я вам расскажу. Эффекты. Эффект, который мы получаем после того, как мы используем метафорические ассоциативные карты в работе с клиентами. Во-первых, мы снижаем психологические защиты. Они, безусловно, важны, потому что мы минуем сразу же и контроль, мы проходим через эго и сразу же получаем доступ, минуя защитные механизмы. Таким образом у нас сразу же получается диалог, потому что клиенты говорят не о себе, а из карты о себе. И это намного проще, это намного проще, и они действительно раскрываются больше. Рапорт сразу же, сразу же получается эмпатия и, безусловно, рапорт. Конечно же, еще важна самопрезентация и то, как вы действительно придете к тому, что вы можете использовать в работе метафорические ассоциативные карты. Об этом я вам скажу сегодня. Каким образом предлагать в работе метафорические ассоциативные карты. Таким же, таким образом, чтобы опять миновать вот этот вот контроль, который заставляет клиента задуматься, а про что эти карты, а что же конкретно они означают, а что теперь будет после того, как мы их будем использовать. И доверие, которое вы вырабатываете сразу же на первой сессии, позволяет очень легко и комфортно попасть в бессознательное клиента, что, безусловно, ведет вас к успеху в дальнейшем. Безусловно, успех в дальнейшем вы быстро, четко, эффективно, точечно направляете свои знания, потому что то, что происходит в работе с клиентами, 100%, если мы берем полную шкалу, то 50% это доверие и мотивация клиентов, 30% это как раз-таки желание и осознанность делать первые шаги, а 20% это ваши техники. И вот представьте, что вы должны сделать вот в эти 80%, то есть насколько вы должны эмпатично и доверчиво клиентам, мягко, таким образом, знаете, так очень уважительно и предлагая ему возможность перейти на уровень осознанности, потому что вы знаете, что есть сопротивление, бесконечное сопротивление оставаться прежним самому себе, потому что выход из зоны комфорта, он действительно требует очень сильной, сильной воли, силы и мотивации. Итак, если здесь все понятно, если здесь все понятно, виды консультирования, виды консультирования, то я перехожу к способам взаимодействия с клиентом. Безусловно, мы метафорически ассоциативные карты, в дальнейшем я буду говорить слово МАК, потому что как раз-таки это аббревиатура, которая расшифровывает метафорически ассоциативные карты. В работе МАК мы можем использовать в индивидуальной, безусловно, безусловно, в индивидуальной, также в групповой и, как я повторюсь, и с детьми, и с взрослыми. Очень важно, и с детьми, и с взрослыми. Применять их можно, как семейная терапия, как психодрама, гештальт, арт-терапия, нарративные практики, и просто даже в кругу друзей и семьи, где вы будете четко понимать, потому что тот уважительный и предлагательный подход, который раскрывают карты, дают возможность очень, знаете, такой доверительной, даже легкой такой обстановке вносить и интегрировать изменения в свою жизнь. Безусловно, это важно, потому что нам еще важна легкость, с которой бы клиент переходил из одной базовой потребности, восстановив ее во вторую базовую потребность, при этом очень фиксированно, наглядно видел результат. И, безусловно, метафорически ассоциативные карты плюс изотерапия, плюс сказкотерапия, плюс мантротерапия, библиотерапия, все это в согласованности приведет клиента к успеху. Итак, где их использовать и как их использовать, я вам рассказала. Если готовы, если готовы, я готова переключиться к секретам успешного арт-терапевта в работе с метафорическими ассоциативными картами. Слово арт-терапевт вы, безусловно, здесь заменяете на ту профессию, которую на данном этапе вы считаете своей, потому что я считаю себя арт-терапевтом, то, безусловно, потом в будущем, когда вы будете использовать метафорически ассоциативные карты, вы в любом случае будете вставлять приставку арт. Потому что, конечно же, это все-таки арт-терапевтический такой момент. Итак, секреты успешного арт-терапевта. Как раз-таки я начинаю вам рассказывать. О чем я хотела бы вам самое главное сказать. Запрос формирует клиент. Безусловно, запрос формирует клиент. И когда вы встречали в своей практике, когда приходит к вам клиент и говорит, вы знаете, я не могу сформировать запрос. Или он вам говорит, у меня их много, этих запросов. Вы предлагаете ему ранжировать эти запросы, и он, и он начинает их ранжировать из рационализации, безусловно. Но метафорические ассоциативные карты позволяют нам сформировать запрос сразу же из бессознательного. Из бессознательного. Поэтому запрос формирует клиент таким образом. Вы, когда приглашаете к себе клиента, либо он к вам приходит, вы, безусловно, рассказываете ему об инструментарии, которым вы обладаете. Вы рассказываете, что вы работаете в направлении арт-терапии, коучинга, арт-коучинга. Вы используете те или иные техники и подробнейшим образом рассказываете об этих техниках, об тех инструментах, которые вы используете в работе. И вы чувствуете по невербальному состоянию клиента, на что он откликнулся. Как только вы почувствовали, вы его спрашиваете, чем конкретно вам бы хотелось заняться, с каким инструментарием вы знакомы, с каким незнакомы. И почему именно, например, меня вы выбрали. И здесь он вам раскрывает самое главное, то, что действительно его привело к вам, то, что отозвалось именно про вас. И тогда, если вы вдруг сразу же на первой сессии слышите, что он как-то работал с метафорическими ассоциативными картами, то тогда вы сразу же предлагаете, давайте попробуем работать с метафорическими ассоциативными картами. Если клиент пришел к вам и до этого очень много работал с метафорическими ассоциативными картами, предлагайте ему те колоды, которые он до этого не знал, а увидел у вас их впервые. Почему это важно? Потому что другой специалист, у него другая тематика использования этих колод, у него другой подход использования, и у него может быть наложение, накладка произойти. И тогда вам придется еще работать с этим. Зачем вам это? Сразу же работайте с теми колодами, которые он не знает, и у вас уже свой взгляд на эти колоды, и вы их по-своему ему преподносите, и тогда успех он выше намного. И, соответственно, опять же, быстрее, эффективнее вы придете к цели. Ольга пишет, подростки, у них часто вообще нет проблем, мама привела. Безусловно, безусловно, у меня была такая практика, когда мама выступала инициатором, и я предложила им совместную встречу, как медиатор выступала, где демонстративно им показала, насколько они слышат друг друга, и хотят ли они слышать друг друга. И из одной сессии мама действительно увидела, что ей просто нужно слышать то, что говорит ее ребенок. Безусловно, есть техники, которые позволяют раскрыть именно конкретно вот эту вот метапозицию для мамы. Ребенок, конечно, ушел довольный, но это всего лишь часть успеха, безусловно, когда мама начинает слышать. Важно, чтобы еще потом у них гармонизация отношений произошла, безусловно. Да, подростки, подростки – это тема очень такая острая, да, безусловно, подростки, тема острая, поэтому к ним нужен особый подход и очень четко, точечно сразу же работать. Следующий момент, если по запросу формирования клиента мы с вами говорим о том, что важно преодолеть сопротивление и открыть им сразу же выход на положительное состояние по метафорическим ассоциативным картам, выбрать еще колоду, которую они до этого не знали и плюс еще, плюс еще из карт просто выкладываете 3-4 карты, предлагаете закрытую, выложите ему эти карты и поверьте мне, он из этих карт начинает рассказывать конкретно что, что реально происходит в этой жизни. Вы даже можете задать уточняющий вопрос в конце, когда он расскажет об этих картах, что конкретно, что конкретно перекликается с вашей реальной жизнью сейчас из вашего рассказа. И тогда, что будет сегодня наилучшим результатом, если мы закончим встречу, если мы закончим встречу и таким образом, таким образом вы уйдете с наилучшим результатом. Вот это самое важное, потому что у каждой встречи должен быть наилучший результат. И когда вы проходитесь по всем техникам, вы должны всегда спрашивать, что сегодня будет наилучшим результатом, что сегодня конкретно мы с вами решаем, какой ваш запрос, потому что в начале сессии они сформировали запрос, потом они в середине сессии переделали этот запрос, но вы об этом не знаете. Важно постоянно быть в контакте и знать, о чем конкретно сейчас рационализируют. Рационализирует ваш клиент. Итак, мы продолжаем. По запросу, который формирует клиент, понятно ли вот здесь все? Если понятно, поставьте, пожалуйста, для меня плюсик. Если есть вопросы, пишите, я всегда вижу, что есть вопросы, и тогда на них отвечаю. Отлично, все понятно. Выход в ресурсное состояние. Выход в ресурсное состояние. Что я здесь хотела вам сказать? Смотрите, когда к нам приходят клиенты изначально, изначально, если они приходят к вам в тревожном состоянии, состоянии затянувшейся депрессии, важно в работе использовать только ресурсные колоды. Либо, если вы четко знаете свою колоду, знаете полностью ту колоду, я имею в виду, которая сейчас у вас есть, либо вы планируете приобрести, потому что колоду, которую сегодня я вам буду презентовать, она полностью ресурсная. Если вы знаете, что в ваших колодах, которые у вас уже есть, есть нересурсные карты, я предлагаю вам их изъять. Потому что если приходит тревожный клиент, а вы еще не знаете стадию его тревожности, стадию его состояния, потому что в любом случае вы будете ее выявлять в процессе, то я предлагаю все-таки убрать эти карты. Почему? Потому что они могут, они могут напугать клиента еще больше. Потому что он сейчас находится не в ресурсном состоянии и не может самостоятельно выходить сразу же на ресурс. В последующем вы вводите эти карты и демонстрируете клиенту, как он быстро выходит из состояния негатива. Вот конкретно вот это я хочу вам сейчас и рассказать. Например, пришел к вам клиент, вытаскивает шесть карт, например, как раз-таки рассказывая о том, что у него сейчас происходит, как запрос, который он формирует. И вдруг, и вдруг он видит те карты, которые его напрягают. И вы видите по невербальному состоянию, плюс вы задаете вопросы, как ты себя чувствуешь, какая карта нравится, какая не нравится. И он говорит, вот эти две карты, они мне очень не нравятся. И тогда мы ему предлагаем, хорошо, окей, убирайте две эти карты. Он их убирает, с легкостью такое убирает, да. И мы как будто бы оставляем четыре карты, с которыми он работает. После того, как он оставил четыре эти карты, мы их прорабатываем. Что нравится, что не нравится, что особо нравится. Давайте посмотрим, какую цель можно выявить из этого расклада. Что будет наилучшим результатом, если мы рассмотрим этот расклад из вашего запроса. И после того, как мы с ним проработали, он вышел уже на ресурсное состояние, потому что он, смотрите, сейчас сам самостоятельно формирует состояние своего будущего, линию времени сформировал. И когда на протяжении какого-то времени вы уже еще раз зафиксировали, что конкретно вы сейчас чувствуете. И он вам говорит, да, отлично, супер, я чувствую, что я это сделаю. И он вам действительно мотивационно рассказывает о своих первых шагах. И после этого вы его спрашиваете. Тогда я хотела бы вам задать вопрос, а что конкретно вы убрали из своей жизни? И здесь, понимаете, у него как будто тумблер уже переключился, он находится в ресурсном состоянии, и он вам с легкостью рассказывает о том, что он исключил из этого расклада. Вот эти две карты, которые он до этого исключил, он прямо говорит, ой, да что тут такого, да ничего тут такого нет. Я убрал вот эти вот страхи свои убрал, вот эту печаль убрал. Как вам теперь с этим? Он говорит, отлично, я говорю, как вы это убрали? Он говорит, да просто убрал, взял и убрал. Не хочу, чтобы это больше в моей жизни было. И таким образом, и таким образом он, я говорю, что вы сейчас прям почувствовали? Ну, я почувствовал, что я прям это легко сделаю, я прям горжусь этим. И вот эти моменты, вот эти вот инсайты, они постоянно, постоянно будут приводить клиента к то, что он действительно может делать, это прям с легкостью. И вот этот механизм принятия вот этих легких решений вы должны обязательно фиксировать. И после этого можно еще предложить ему, используя вот эти вот четыре ресурсные карты, которые он выявил, и выявил те две карты, с чем он уже справился, написать еще и сказку. И тогда есть путь героя, есть цель героя, есть этапы, которые он для себя запланировал, и есть еще как раз-таки тот момент, с чем он боролся, и кто ему помогал. То есть это не просто написать сказку из ничего. Напишите сказку мне, я посмотрю, что у вас там происходит. А конкретно он знает, чем он поборолся, и они еще туда помощника включают. Они там еще дополнительно формируют ресурсы свои. И вы знаете, когда читают они эти сказки, когда они приходят с домашним заданием, с выполненным, в их глазах светится, светится вот этот азарт преодоления. Они написали, они создали инструмент, они наглядно видят, как это легко. И вы сами знаете, что сказка-терапия, она как раз-таки сюжет, главный герой, помощники, выбор, который они делали, трудности, которые они преодолели, безусловно, формирует взгляд на позитивное формирование будущего. Вот это очень важно. Сказка-терапия, которую я конкретно в своей работе использую, она не просто так. Она действительно из клиента, из того, что действительно с ним сейчас происходит, в контексте здесь и сейчас. Итак, второй момент, выход в ресурсное состояние, я вам проговорила, да. Как это мы делаем, я вам рассказала. И, безусловно, есть еще такой момент вместо силы. Когда вы видите, что к вам пришел тревожный клиент, вы предлагаете ему в открытую из колоды выбрать карту, которая напоминает ему в линии времени самое ресурсное какое-то место, самую ресурсную какую-то эмоцию, которую он в свое время испытывал. Он, безусловно, смотрит эти карты в открытую, его где-то что-то пугает, где-то что-то настораживает, но он все равно находит эту карту. И в процессе работы, когда вы с ним занимаетесь, преодолевая все этапы, формируя техники, которые вы будете с ним проходить, вы постоянно ему напоминаете, посмотри, у тебя здесь лежит карта. Сейчас я прошу тебя снова ощутиться в этой карте. Как только он почувствовал свою тревожность, вы ему предлагаете опять, то есть переключаете его и направляете в зону ресурса. Потому что вам все время важно с клиентом работать и с зоной ресурсного состояния. Потому что там как раз-таки есть решение. Если он не готов, значит вы будете работать с ресурсами и наполнять его ресурсами до того, как не наполните конкретно его ресурсами. Потому что если состояние будет не ресурсное, те идеи, которые он будет выдвигать вам в процессе сессии, они будут немножко искажены. А вам зачем искажения? Вам важно, чтобы у вас все ресурсы и все техники, и все инструменты, которые он планирует в интеграции своей жизни, они должны быть сразу же наполнены смыслом. Это касаемо места силы. Место силы. Итак, совет от карты. Если вы видите, что клиент не может с чем-то справиться, вот он застрял, у него ступор, вы уже проработали и стол ментора, и наставника проработали, и многое сделали для того, чтобы сдвинуть его с точки какой-то, но ничего не получается. Здесь можно использовать также совет от карты. Вы в закрытую из ресурсной колоды достаете три карты, две карты, одну карту, не больше. И таким образом получаете в этот же момент совет от карты, который поможет вам дальше идти и двигаться в направлении завершения сессии. Потому что я все-таки настроена, и я в своей работе никогда клиента не оставляю в нересурсном состоянии. Как бы ни было со временем, но я вывожу клиента на состояние ресурсное и только после этого заканчиваю встречу. Итак, передача ответственности. Следующий момент, следующий момент, который также очень важен. Почему важно передать ответственность именно клиенту за решение их вопросов? Тянуть клиента бесполезно. Работать на его осознанность бесполезно. Важно, чтобы вся ответственность была у клиента. 12 марта я буду рассказывать о том, какие клиенты могут взять на себя ответственность, какие клиенты не могут взять ответственность. И тогда, соответственно, с кем мы работаем, с кем, скорее всего, мы не работаем в рамках метафорических ассоциативных карт. Мы предлагаем им другие техники, которые... И используем вообще другие направления психологии, которые действительно сначала научат его брать на себя ответственность. Потому что если нету клиента ответственности, то, что вы будете делать, оно обесценивается, и вы стоите и топчетесь на месте. В результате вы получаете негативные отзывы, и если это не проработать, сразу же и не выявить, получается, что ваша работа обесценена, и отзыв, который вы получите от клиента, будет равняться конкретно этому. Поэтому важно сразу же выявлять клиентов, которые способны на ответственные поступки. Зона ответственности. Если здесь понятно по ответственности, прошу вас отразить это в чате, я тогда переключаюсь на эффект здесь и сейчас. Что я здесь хотела для себя отразить? Что я здесь хотела для себя отразить, для вас отразить? Безусловно, эффект здесь и сейчас. Так, слышно ли, видно ли меня? Все ли хорошо у нас в чате? Видно ли вам демонстрация экрана? Видно, отлично, все хорошо. Спасибо вам, спасибо. Итак, эффект здесь и сейчас. Почему это важно? Потому что история не знает слагательного наклонения, я всегда это говорю. Если вы видите, что ваш клиент рассуждает, было бы, может быть, вполне возможно, постараюсь, важно здесь и сейчас переключать клиента в настоящее время. И учить клиента сначала работать в настоящем времени. После этого вы показываете ему, что такое линия прошлого и его направляете уже в линию будущего. Но пока ваш клиент рассказывает вам и демонстрирует вам первые шаги с точки зрения, если бы и, может быть, постараюсь и т.д. и т.п., значит, соответственно, либо не додали ресурсов, либо клиент не понимает, он уже, у него великий разрыв с реальностью. Например, вы спрашиваете его, в какой реальности вы находитесь, отнесите ее, и он вам говорит, я 60% живу нереальной жизнью, а 40% реальной жизнью. В 60% входят механизмы, которые он для себя придумал для того, чтобы себя отгородить от неблагоприятных каких-то условий, от негативных условий, от стрессов, от иных других факторов, которые влияют на его жизнь. И эти механизмы настолько закрепились, что он не знает точку времени здесь и сейчас. Поэтому сначала, сначала нужно клиента научить формировать свои мысли, мысли, и потом в речевом таком аппарате, будем так говорить, использовать конкретно вот эти фразы в настоящем времени. Как только вы увидите, что форма глаголов изменилась, только после этого вы можете продолжать работать с линией времени будущего. Иначе, иначе клиент и в линии времени будущего вам будет рассказывать о другой линии времени будущего, еще какой-то большей линии времени будущего. И тогда здесь и сейчас, как знаете, вот каждое утро просыпаешься, и мне рассказывал один клиент, каждое утро присыпаюсь, смотрю и думаю, завтра пойду на тренировку. Потом себе говорю, хорошо, хорошо, что каждый день, каждый день просыпаюсь я сегодня, а завтра это будет завтра. Да, и тогда завтра я пойду на тренировку. Но сегодня он сделать этого не будет, потому что он сделает это уже завтра. И так каждый день его жизни ничего не меняется, но он живет с такой установкой, что все равно это в его жизни будет. Вот это вы должны, конечно, сразу выявлять, потому что затягивать сессии смысла нету. Затягивать смысла нету, потому что иначе клиент все равно не будет видеть результат. Важно здесь и сейчас показать ему, где он находится, каким образом вы будете действовать и перевести его именно в фон осознанности, в поле осознанности, где все его первые шаги будут конкретно, реально достижимы в зоне его ответственности. То есть формировано таким образом, чтобы вы действительно были уверены, что это происходит. Следующий момент, следующий момент, это мотивация. Это самое главное, это самое главное. Потому что если к вам приходит немотивированный клиент, безусловно, вы его сначала учитесь быть мотивированным. Вы являете, в чем его немотивация, какая у него мотивация, как вы конкретно лично его будете мотивировать. Вы будете его мотивировать, потому что вы будете ему показывать прекрасное или все-таки у него сформировано родителями ранее уже образ совершенно другой мотивации, потому что ему все время говорили о кнутах, а не о пряниках. И тогда вы, безусловно, либо будете искажать вот это его представление и выводить его на мотивацию к. И если вдруг увидите, что у вас не получается, то тогда все равно в первое время, для того, чтобы он поверил в то, что это работает, вы все равно будете применять мотивацию от. И тогда мотивация, которую мы будем выявлять, я очень подробно буду это рассказывать 12 марта. Сегодня я вам действительно хотела рассказать о том, что мотивация это важно, о том, что мотивация очень-очень важна, когда вы работаете с клиентами. Потому что, если клиент не выполняет ваше домашнее задание, значит клиенту не столько есть необходимости что-то менять, как вам. И, соответственно, это тоже нужно выявлять. Сегодня у нас будет техника, которую я вам дам по тому, как мы выявляем в одну технику, мы выявляем мотивацию. А 12 марта я буду рассказывать, что конкретно тогда и как нужно работать с той или иной мотивацией, которую вы выявили. Итак, если здесь все понятно, то я буду переключаться. Итак, следующая специфика консультирования. Безусловно, мы идем от клиента. Мы как раз таки смотрим то, что клиент видит на карте. Потому что мы видим совершенно свое. Нам важно, что видит конкретно клиент на карте. Нам важно, чтобы клиент видел наглядно и открыто, что он видит. Потому что, если вы еще дополнительно записываете со слов клиента и потом даете ему это в форме обратной связи, повторяя эти слова, потому что, когда он работает с пересознательным, он забывает эти слова. Но когда вы повторяете, и он видит действительно, что вы пишете с его слов, второй раз прочитав, у него уже здесь начинается открытие. И, безусловно, здесь у вас навык такой, формируется мета-позиция, потому что вы не с клиентом находитесь в поле. Вы как будто наблюдаете за всем тем, что происходит. У вас мета-позиция. И этот навык тоже нужно уметь формировать и именно идти от клиента, для того, чтобы клиент... Итак, я продолжаю. И мы как раз таки с вами остановились. Навык мета-позиции. Навык мета-позиции, безусловно, его нужно расширять и укреплять в себе. Поиск альтернативных решений. Это то, как раз таки, что мы расширяем в клиенте. У него уже есть свои навыки, которые он сформировал. У него есть знания. Вам важно найти альтернативу. Вам нужно найти альтернативу и экологично встроить его в систему, в систему саморегуляции клиента. Создать индивидуальную метафору, безусловно, и выход на изменение взглядов. И, конечно же, интеграция, где мы прописываем шаги. Потому что если вы не прописали шаги, если вы не сформировали 3-4 предложения из того всего объема информации, то клиент не зафиксировал это. Таким образом он уйдет и, безусловно, бессознательно не зафиксирует. Потому что бессознательно фиксирует краткие, четкие изречения. И тогда начинается интеграция. И поле человека автоматически начинает принимать то, что действительно важно и достойно вашего клиента. Итак, специфика консультирования я вам рассказала. И сейчас хотела бы вам презентовать конкретно колоду, по которой действительно я работаю, с которой я работаю. И она ресурсная, безусловно, ресурсная. Что в нее входит? В нее входит 20 женских образов. Они очень разные. Очень разные образы. Включают все возможные архетипы женщин, которые мы сформировали в течение всей истории. Они все ресурсные. Все ресурсные. Они настолько точно передают каждый образ, где возможно уловить. И так как я, прежде чем эту колоду уже презентовать и выводить ее на уровень работы с клиентами, конечно же, я делала свою статистику. Есть отзывы, есть реальные подтверждения тому, что колода ресурсна, колода очень четко передает и формирует, формирует конкретно образ «я» и концепцию «я» и формирует еще такую, знаете, мои субличности, я с ними договорился, у меня все хорошо. И еще формирует такое сознание, какие субличности во мне присутствуют, сколько их, как мне с ними договориться, какая решает конкретно ту или иную задачу в моей жизни. Это все очень ярко, очень позитивно расписано в инструкции по работе с картами, которую я также создала для этой колоды. И также еще у нас есть 20 мужских образов. То есть в зависимости от того, кто к вам приходит, вы уже работаете либо с той, либо с этой колодой. Плюс, плюс еще также, если к вам пришел или пришла женщина и запрос по гендерным отношениям, значит, соответственно, у вас сразу же есть возможность работать с позитивными образами мужчин, архетипами мужчин, которые также мы собрали и мужчины сформировали за всю историю, и женские образы, и еще 10 карт образов отношений, где также можно прям диагностику сделать, какие сейчас у нас отношения, какие мои желаемые отношения, какие мои реальные отношения. И таким образом выход идет на как раз-таки желаемые партнерские отношения. И клиент наглядно видит у вас, где сейчас мои отношения, какие я отношения хочу, и какой тогда мужчина должен соответствовать той женщине, которая будет в этих отношениях. И таким образом наглядно увидев, проанализировав, сразу же идут первые шаги, меняется поле женщины, формируются те субличности и корректируются те субличности, которые действительно, действительно необходимы для тех или иных отношений. Также есть 10 картин фонов, где представлены различные состояния, и клиент улавливает, что конкретно в том или ином образе, в пейзаже передано, и какие он эмоции чувствует. Итак, 60 образов, 60 картинок, которые действительно в одной такой колоде, диапазон использования очень велик. То есть я практически, если у меня выездная консультация, то я беру с собой вот такую книжку, тут же колода, вот она вся вот такая вот. И если у меня выездной тренинг, то я, вот, весь мой инструментарий, который мне позволяет очень эффективно проводить те тренинги, семинары, которые я запланировала. Сейчас еще дополнительно разрабатываются детско-родительские отношения и детские образы, и помощники, для того, чтобы у меня уже была полная колода. В мае я ее презентую на конференции, которая состоится в Москве, арт-терапевтической, и, конечно же, еще также в Санкт-Петербурге, которая состоится в мае 7-8 числа. Итак, мы с вами продолжаем. Есть пакеты, которые подразумевают уже включение, включение этой колоды в пакет, который выбирается по результатам этого именно конкретно курса. И также можно приобрести эту колоду отдельно. Если возникают вопросы, пишите ее с удовольствием, на них сразу же отвечу. Итак, я продолжаю дальше. И у нас контакты, которые я также хотела бы вам рассказать. Группа арт-коучинг в Фейсбуке. Сделала сейчас я ее закрытой, потому что конкретно закрытая группа, она позволяет находиться в группе именно специалистами. Тогда я с открытостью очень делюсь техниками. И знаю, что эти техники недоступны для клиентов, потому что клиент, безусловно, должен быть таким, знаете, как бы прийти и четко от вас узнать инструкцию того, что вы делаете. Если, например, это ваш клиент, и вы знаете эту технику, то он уже не зайдет и не посмотрит в группу, про что мы там общаемся, потому что мы можем обсуждать какие-то и клиентские истории, потому что вполне возможно, что у кого-то есть вопросы, я всегда на эти вопросы отвечаю. Поэтому группа закрытая, если добавится, то я вижу, что психолог, вижу, что коуч, тренер, либо другой специалист, либо ученик, студент, но вижу, что все-таки это целевая аудитория, которая действительно подходит для этой группы, тогда, конечно же, я с радостью включаю вас в эту группу, и мы там делимся и обсуждаем техники и другие дополнительные материалы, которые есть в группе. Дополнительно скайп я вам указала и почту указала вам. Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Дальше мы с вами продолжаем. Техника линии жизни, конкретно техника линии жизни. Если мы берем 4 карты и выкладываем их в закрытую, с клиентом, либо если вы видите, что клиент очень тревожный, тогда лучше в открытую, в зависимости от состояния клиента, потому что если клиент тревожный, то его будут пугать карты, которые он будет выкладывать. И тогда, и тогда, и тогда, безусловно, безусловно, вы еще и сопротивление вызовете, и такое состояние повышенной тревожности. Зачем вам это нужно? Тогда в открытую достаете 4 карты и задаете вопрос, потому что вам важно выявить, где клиент находится, где его реальность. Он живет в реальности или в каком-то воображаемом мире. И вы задаете ему вопрос, где ты сейчас находишься? Вопрос открытый. Вы не говорите слово «карты», вы не говорите пространство, вы просто спрашиваете его, где вы сейчас находите. «Карты достает клиент в открытую из колоды». Если вы достаете карты, то этот расклад будет про него. Если еще у клиента есть какие-то свои заморочки по поводу того, кто выкладывает карты на стол, то он может вам сказать, вы сейчас выложили карты, это карты про вас, эти карты не про меня. Зачем вам это? Сразу же, сразу вам нужно все стадии обезопасить себя и все стадии проходить в предлагательной форме. Предлагать и спрашивать его несколько раз, как бы вы хотели, что бы вы хотели, как вам будет интересно, что для вас будет лучшим результатом. И когда клиент уже действительно убеждается, что вы сейчас в его интересах работаете, а не в каких-то там своих интересах, показать техники быстрее-быстрее, или рассказать, как вы знаете эти техники. Когда клиент убедится, что вы про него, тогда он вам начинает открываться, он начинает открываться и раскрывать вам те стороны, которые вполне возможно ранее даже сам себе вслух не произносил. И когда вы достали карту, карты, предложили ему эти карты, минуя вот эти все контроли, которые он для себя создал, то есть он уже готов работать с этими картами, он в доверии, у вас уже рапорт, и вы ему предлагаете в открытую достать 4 карты, он открывает их, выкладывает, и вы задаете вопрос, где ты сейчас находишься? И если вам клиент говорит о том, что он находится где-то в другом месте, не в этих картах, то тогда это как раз таки диссоциативный клиент, который пришел и не видит, и тогда вам нужно будет дополнительно работать и помещать его в пространство здесь и сейчас, о котором я вам ранее говорила. Если он говорит, что конкретно вот здесь я нахожусь на второй карте, отлично, значит, соответственно, он здесь, здесь и сейчас находится с вами, и тогда вы начинаете задавать ему следующий вопрос, для того, чтобы выяснить, насколько клиент будет работать с вами, какая у него референция, потому что очень важно, от того, какая референция, там совершенно другие техники, которые вы будете с ним использовать. Внешняя референция, значит, это совершенно другие глаголы, которые вы будете использовать. Внутренняя референция, значит, вы дополнительно совершенно другие техники какие еще будете использовать, потому что вам нужно будет через согласование с клиентом прийти на его осознанность. Как это делается? Когда вы выявили, что конкретно клиент уже находится на карте, вы спрашиваете его, что ты там чувствуешь на этой карте, как там твои дела, такие вопросы легкие задали, а потом спрашиваете его, благодаря чему ты там такой на этой карте, благодаря чему ты там такой на этой карте. И если вам клиент начинает рассказывать, что там светит солнышко, ручейки льются, я не знаю, что там еще может быть, цветочки цветут, пахнут, звездочки светят, то тогда, скорее всего, но это еще нужно проверять дополнительными вопросами, у него внешняя референция, потому что он вам о чем рассказывает сейчас? Не о себе, а о том, что происходит вовне, и тогда это клиенты с нарушенной второй базовой потребностью, я живу для всех, кроме себя. И тогда уже вы четко понимаете, что тут определенные техники нужно использовать, просто так техники использовать, нет смысла, у вас есть список, вы взяли и начинаете использовать, да вы больше можете даже навредить клиенту, нежели оказать ему помощь. Итак, если вы вдруг выявляете, что это внешняя референция, тогда вы будете сначала восстанавливать вторую базовую потребность у него, то есть контакт с собой, как это будем делать, я расскажу 12 марта. Если вы выявляете, что он говорит, я здесь конкретно, потому что я сильный, я веселый, тогда у него какая референция? У него внутренняя референция, он говорит, что я здесь и сейчас, тогда нет смысла восстанавливать и работать со второй базовой потребностью, вы, конечно, ее укрепляете, вы, конечно же, добавляете туда еще новых каких-то там ресурсов, опытов и знаний, навыков, но вам нет смысла работать со второй базовой потребностью, тогда вы сразу же переходите на третью базовую потребность, либо даже на четвертую, в зависимости от того, что дальше вы выявляете. Но конкретно здесь, в этом упражнении, конкретно благодаря этому вопросу, благодаря чему вы там такой, вы выявляете внешняя или внутренняя референция, и это очень важно, потому что это сразу же, сразу же меняет специфику работы конкретно с этим клиентом. Внешняя референция, значит, вы восстанавливаете вторую базовую потребность, внутренняя референция, вам все нужно будет делать согласованно с клиентом, все согласовывать с ним, потому что если он не осознает то, что вы проделываете, это действительно про него, он ничего делать не будет, потому что у него внутренняя референция. Следующий момент, способ выявления ответственности. Здесь вы спрашиваете у него, почему одни люди успешные, другие нет, и даете ему дополнительный расклад, закрытую даже здесь уже можно, потому что вы говорите о третьих лицах, они его особо не беспокоят, ни внешнего, ни внутреннего. Там есть типы, которые действительно будут откликаться даже на этот механизм третьих лиц, но я о нем буду рассказывать уже более детально 12 марта. Почему одни люди успешны, другие нет? Можно достать 4 карты и сказать, и задав ему этот вопрос, он вам расскажет, почему они успешны, почему нет. И здесь тоже важно услышать, что он говорит. Если он вам будет рассказывать о том, что там кто-то кого-то устроил, кто-то что-то за него сделал, и поэтому он успешный, тогда вы четко понимаете, что у него первая потребность, вторая базовая потребность, третья и четвертая базовая потребность конкретно нарушена. И тогда вам в совокупности нужно будет работать над всеми этими потребностями, потому что я хороший, я идентичный, уровень идентичности не пройден, нужно будет восстанавливать и приводить его в концепцию я, где он уже будет не полагаться на какие-то третьи силы, которые устроят его в работе, а будет конкретно искать стержень в себе. Итак, выявление способа ответственности, конкретно выложив карты, слышать, что он говорит, из этого разговора четко понимать, про что его ответственность, про что его ответственность, почему именно у одних людей так, а у него конкретно так. И там все вы услышите, главное, главное слышать и задавать конкретные точечные вопросы, которые вам еще дополнительно позволят это раскрыть. Дальше, следующий механизм, способ выявления мотивации. Что побуждает людей вносить изменения? Это еще один из моментов, в котором вы можете выявить мотивацию. Также можете задать вопрос, можете на примерах через третьи лица раскрыть важный алгоритм, как он это видит в других, потому что вы помните, то, что мы видим в других, это конкретно то, что касается нас, потому что мы не видим ничего в других, если сами об этом не знаем. Если мы об этом знаем, значит, мы, соответственно, это увидим. Если мы не знаем, как бы мы не хотели, мы ничего там не видим. Итак, это конкретно техника линия жизни, которую вы можете выстроить, достав 4 карты и таким образом четко проследив линию жизни, где каким образом был перелом, либо конкретно произошли какие-то события, которые повлияли конкретно на то, что сейчас происходит. Линия жизни – это 4 карты, которые мы достаем сначала, в открытую клиент достает. А после этого, если есть необходимость, и вы сомневаетесь, вы можете дополнительно еще сделать дополнительные расклады, которые позволят вам сформировать полную картину. И как только вы сформировали полную картину, вы задаете главный вопрос. Что сейчас ты увидел конкретно в этом раскладе? И важно, мало того, что вы видите, мало этого. Важно, чтобы клиент сам увидел. Если он не видит, значит, вы ему дополнительные техники даете, которые действительно помогут ему увидеть это. Если это видите вы, это не значит, что это видит он. Если вы ему расскажете об этом, это не значит, что он поймет о том, что вы говорите. Главное, чтобы он вам сказал. Вот как только он вам говорит, значит, все супер, вы молодец, вы сделали то, что необходимо конкретно этому клиенту. Если он увидел, значит, идет осознанность, за осознанностью идет план действий, который он интегрирует в свою жизнь. Это конкретно техники линии жизни. Светлана, 4 карты клиента достает один раз. Затем при необходимости делаем дополнительные расклады. Еще 4, еще 4 и так дальше. Безусловно, да. То есть 4 карты – это конкретно линия жизни. Если есть еще дополнительные вопросы, которые вы хотите для себя отразить, вы вытаскиваете дополнительно карты. Ответила на ваш вопрос. Мы продолжаем с вами дальше. Колесо жизни. Все ли знакомы с этим механизмом? Мне кажется, сейчас все его знают. Даже дети уже его знают. Колесо жизненного баланса. Если знаете, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если кто-то не знает, поставьте минус, чтобы я четко понимала. Чтобы уделять мне на это время, рассказывать про это колесо, либо я сразу же к технике переключусь, которая действительно еще дополнительно. Это колесо жизненного баланса, где мы в форме круга отражаем 8 аспектов. Если у кого-то больше, то, соответственно, больше. Отражаем те аспекты, которые нам позволяют отразить те моменты, которые действительно волнуют нас в жизни. Обычно это бывают деньги, семья, работа, здоровье, творчество, общение, хобби и вещи. Я всегда клиентам своим конкретно на первом задании предлагаю готовый вариант. После того, когда они уже развивают свое креативное мышление, доверие к себе, и они не боятся оценки, и они не боятся оценки, тогда, тогда, тогда я им предлагаю уже самим рисовать это колесо. Как только они нарисовали колесо, где центр – это 0, а обод – это 100% удовлетворенности, 100% удовлетворенности, я предлагаю им разными цветами, разными цветами определить каждый аспект. Определили. После этого я им говорю конкретно каждый цвет, что он для вас значит. Они ответили, потому что у каждого свой цвет, совершенно разные ассоциации с этим цветом. У всех разные. Ни у кого еще не видела одинаковых. Если и совпадение есть, то это статистика. А так у всех все разное, поэтому важно из клиента взять, что конкретно означает этот цвет. Итак, у вас есть аспекты, у вас есть цвета, которые он придал, у вас есть название и расшифровка конкретно этого цвета, и как только он это все совершил, я предлагаю ему на каждый вот этот аспект еще добавить субличность. Если я нахожусь на работе, то какова моя субличность? И конкретно беру образы, если это женские образы, то тогда даю колоду 20 карт из женских образов. Если это мужчина, то тогда даю ему мужскую карту. Если это ребенок, то в будущем планирую давать ему колоду, которая сейчас уже готовится и будет распечатана в типографии в мае. Как только он сформировал вот этот полностью весь расклад, я четко понимаю и вижу сначала сама, как специалист, что происходит, что конкретно происходит у него, сколько субличностей в нем есть, какой он на работе, какой он в семье, какой он в общении, какой он в творчестве, как у него там вообще в принципе вот эти все моменты в совокупности. Я посмотрела, но я посмотрела, это один момент. Я для себя поняла, но мне же нужно сейчас еще и до клиента донести, про что это конкретно. И тогда я ему задаю главный вопрос, что конкретно сегодня для тебя будет наилучшим результатом? Что конкретно для тебя будет наилучшим результатом? И как только, и как только, и как только он мне, вот мы же с ним работаем, у него же там работа идет, я же ему постоянно вопросы задаю, заставляю, и жду, пока он мне на них ответит. Я жду ровно столько, пока не услышу ответ. И если он, конечно же, очень долго отвечает на эти вопросы, безусловно, я ему помогаю через метафорические образы, через наставников, как если бы, я ему говорю, да, и тогда он все равно выходит. Вот каким конкретно аспектом мы должны с тобой проработать для того, чтобы ты чувствуешь, что сразу же все остальные подтянутся? Он выявляет этот аспект, например, работа, да, вот в этом случае видно сразу же, что красным энергия, либо сейчас человек конкретно находится в состоянии удовлетворенности работы, либо наоборот, но я опять у него уже спрашиваю, про что это, хотя здесь 80% удовлетворенности примерно, да, но я все равно еще раз спрошу, про что это конкретно сейчас? Безусловно, потому что я должна четко понимать, четко понимать, о чем конкретно думает клиент, мне не важно, что я думаю по этому поводу, мне важно думает, что клиент по этому поводу. И я смотрю, какая там субличность. И мы после этого начинаем работать с этой субличностью. Потом мы ранжируем все остальные субличности, потом из каждой субличности достаем ценности, ранжируем еще ценности, и только после этого, когда мы это все сделали, ценности готовы, субличности все готовы, он понимает, каким образом работает у него инструмент моей субличности. И он четко знает, пришел на работу, сейчас включается эта субличность, она соответствует конкретно этой субличности. И тогда я какой? И у него уже есть ответ, какой он в этой субличности. Если я прихожу домой, и я любящая жена, и я поддерживающая жена, то тогда какая я? И она все механизмы, которые включала на работе, она что делает? Она погружает их в спячку. Она их погрузила, они спят дома, она любящая и спокойная жена. Есть еще третий момент, там какая-то публичная личность, которая совершенно другая. И тогда какая она, когда она находится в состоянии каких-то там выступлений, что ей нужно конкретно сейчас себе усилить, какие сильные стороны усилить для того, чтобы то выступление произошло наилучшим результатом. Либо если я терапевт, если я коуч, если я тренер, то тогда какой я конкретно, когда я в состоянии конкретно вот этого героя нахожу сейчас в своей жизни. Что мне нужно усилить, какие навыки развить в данный момент, здесь и сейчас. То есть вот эти все аспекты дополнительно, то есть колесо жизни, оно помогает выявить, но субличности никуда они не делись. Если вы пропишете с головы просто так, с рационализации клиента, первые шаги, то поверьте мне, мой опыт, которым я коучингом занимаюсь уже с 2013 года, он просто, клиент стоит на месте. И опять просто топчемся на месте, и мы задаем себе вопрос, что конкретно тогда надо делать. А вот нужно выявлять, нужно все грани, грани, прям везде нужно четко по нейрологическим уровням проводить. Нейрологические уровни, по которым мы проводим клиента, я буду рассказывать 12 марта. Колесо жизненного баланса. И когда он выявляет эту сферу, когда мы прорабатываем субличность, тогда каковы мои первые шаги? И пока клиент вам не записал первые шаги, не заякорил, когда он их начнет делать, и еще плюс, как он поймет, что действительно он это делает, и что действительно он получает удовлетворение от того, что делает, вы клиента не должны отпускать, потому что иначе вся работа, которая была сделана до этого, она опять же не укладывается в бессознательном, и ничего у клиента в реальной жизни не происходит. Итак, пока я рассказывала эту технику, были вопросы. Скажите, пожалуйста, по мере того, как я рассказывала, по мере того, как я рассказывала, есть ли сейчас, остались ли сейчас вопросы? Если остались, то пишите, я пока смотрю еще что. А цвета по люшеру можно предлагать. Что такое тест люшер? Там есть цвета, которые вам предлагаются, но там в зависимости от того, как вы выбираете цвета, есть диагностика. Согласны? Правильно же я рассказываю? И на основании этой диагностики вы уже принимаете решение, что происходит с клиентом. Я с этим тестом знаю про него, безусловно. Сама когда-то пробовала и пыталась по нему работать, но сейчас конкретно я не тестирую клиентов, я работаю из клиентов при помощи механизма, который я освоила, который называется диагностика клиента. Из контекста здесь и сейчас, кто ко мне пришел. Если вы пользуетесь тестом этим, пожалуйста, продолжайте пользоваться. Я думаю, что его не просто так придумали, и я думаю, что люди тоже очень специализированные, и, безусловно, специалисты, эксперты в этой области, которые создавали его. Итак, где посмотреть основные базовые потребности, по какой этой системе? Супер, хороший вопрос. Система эта, которую я проработала конкретно для себя, а с учетом того, что я работаю с созависимыми и зависимыми, из этого, после того, как я проработала эти конкретно потребности этих людей, я поняла, что я могу эту систему перешить, будем так говорить, и создать конкретную диагностику по другим типам. И поэтому, если есть где-то написано, пожалуйста, пользуйтесь, но я пока еще нигде не видела, потому что я приготовила семинар, обучающий 2 апреля, пока его выложила и программу прописала. Если заинтересовало конкретно то, что я говорю, пожалуйста, подключайтесь. Также все есть, доступно на страничке арт-коучинг, которую я веду в Фейсбуке. Пирамида Маслоу. Согласна, Лана. Пирамида Маслоу – это окружение, это поведение, это способности, это возможности, это у нас убеждения, ценности и конкретно миссия. Да, Маслоу – хорошо, работаете по Маслоу, работаем по Маслоу также. Здесь единственное, подключаются дополнительно два пространства, два пространства, потому что проработав по одному пространству, вы не расширяете клиента. Вот про это я и говорю, можно проработать безусловно, про два пространства. Если вы есть вопросы, задавайте. Если есть желание продолжать именно обучение, присоединяйтесь, 12 марта буду рассказывать о пространстве, потому что я работаю с пространством, в работе использую трансформационный коучинг и линии времени. Дальше. Использование цветового спектра – здорово. Спасибо, Елена. Если остались еще вопросы, да, составляется индивидуальная цветовая карта клиента, это более экологично. Безусловно, Кэти, да, я все-таки соглашусь с тем, что это экологично. И плюс еще клиент опять сам восстанавливает контакт с собой, доверие к себе, потому что я являюсь рулевым в своей жизни, у меня есть роль, и я рулю этой жизни конкретно. А если мы предлагаем опять теорию, значит, соответственно, он из внешней референции никогда не выйдет. Никогда, поверьте. Если внутренний еще может разобраться, что вот это конкретно про меня, а вот это уже теория, она меня особо не касается, то внешний клиент с внешней референцией будет, безусловно, увидит, что черное – это все плохо, и у него сразу же тревожность еще больше повысится. И никогда не подумай, что черное для него конкретно – это, может быть, усиление той сферы, которую сейчас необходимо усилить, всего лишь. А вам важно конкретно этому ему научить, и тогда что вы будете делать? Отпустите с этой теорией его, я думаю, что вы не согласитесь на это, потому что вам будет важнее все-таки, чтобы он ушел в ресурсном состоянии. Так, Кэти пишет, да, клиенту важно понять самому, о чем это, а не то, что я предлагаю. Спасибо, Кэти. Спасибо. Это очень важное замечание сейчас и вывод, который вы сейчас написали в чат. Итак, если понятно по колесу жизни, по цветовому спектру, по тому, как я рассказывала эту технику, поставьте, пожалуйста, мне плюсики, и тогда я буду продолжать дальше. Супер. Кому еще понятно было то, что я сказала? Отлично. Спасибо огромное, я вижу, динамика группа велика. Спасибо, я с радостью тогда расскажу вам об еще одной технике. Итак, техника «Мой мир». К вам пришел клиент, к вам пришел клиент. Он пришел к вам, вы знаете, даже не по отзыву, даже не по рекомендации. Он вот случайно увидел ваш сайт и пришел к вам. Что я предлагаю, с чего предлагаю вам начать? Чтобы вообще очень так, знаете, экологично, очень так уважительно и сразу же доверчиво, вот как-то, знаете, как бы получается, все-таки он же вам доверяет свою жизнь, да, вот конкретно историю о своей жизни он вам больше доверяет, да, то я вот здесь конкретно сразу же предлагаю ему такую технику. Вот он пришел к вам, если он действительно готов работать с метафорическими ассоциативными картами, он действительно увидел, что вы специалист, что у вас есть уже отзывы по работе с клиентами, он говорит сразу же, все, я согласен работать с метафорическими ассоциативными картами, это конкретно то, что мне нужно. Я вам сразу предлагаю в открытую, в открытую дать ему и карты, и сказать ему, я даю тебе сейчас такое задание и предлагаю тебе в открытую выложить конкретно, как ты видишь свой мир. Итак, как ты видишь свой мир? И смотрите, я вам предложила два варианта наглядно, чтобы вы видели, что может быть. Если приходит к вам клиент, и вы видите вот первый верхний ряд, он вам выкладывает, то вы сразу же видите, какой к вам пришел клиент, что в его жизни происходит, как он ее видит. Единственное, что вы можете спросить уже потом. Скажите, пожалуйста, а как-то, где и конкретно, и как это перекликается с вашей реальной жизнью? Если он вам говорит, да, это стопроцентная передача моей реальной жизни, тогда вы говорите следующее, а что конкретно нужно добавить в вашу жизнь? Найдите мне, пожалуйста, те карты, которые вы хотите интегрировать в свою жизнь. И он вам сразу же находит эти карты и рассказывает, про что запрос, который привел его к вам. И тогда вы будете четко видеть, что вот это мы будем делать в первую сессию, вот это мы будем по вторую сессию делать, вот это в третью сессию, вот это в четвертую сессию делать. Он говорит, супер, хорошо. Тем более, что, скорее всего, люди, обладающие такой картой мира, они, безусловно, к вам пришли ее расширять. То есть у них есть базовые потребности, у них отличная саморегуляция, и таким образом они пришли расширяться к вам. Важно сейчас очень коротко, даже, может, очень логично передать ему конкретно, как вы будете интегрировать и что вы будете интегрировать в вашу жизнь. Причем он сам вам уже рассказал, достав определенное количество карт. Вопрос. А мы говорим, сколько карт достать? Вы знаете, я все-таки всегда предлагаю, предлагаю, вы смотрите сами, сколько вы карт достанете, но желательно, чтобы это было не больше в зависимости от клиента. Если вы видите, что клиент такой к вам пришел, рациональный, рациональный такой, то, безусловно, больше пяти карт, больше пяти-шести карт не надо, иначе он уйдет в эту рационализацию. Особенно, если он еще обладает рефлексией, то вы можете просто сразу же на целый час застрять в обсуждении этих карт. Если вы видите, что клиент к вам пришел и рациональный, и очень такой активный тип у него, тогда вы можете и больше карт. Он вам говорит, а я хочу больше. Вы говорите, да без проблем, бери больше. То есть вы смотрите еще, какой клиент к вам пришел. Поэтому очень важна диагностика сразу же с первых занятий. Конкретнее о ней я буду рассказывать 12 марта. Потому что это очень важно. В зависимости от того, как вы построите диагностику и как вы продиагностируете клиента с первого занятия, очень важно, очень важно то, что будет происходить потом. Потому что если вы берете час, либо полтора часа, то вы должны уложиться в этот час. Если вы возьмете 20 карт, и перед вами будет сидеть рефлексивный клиент, который не видит возможностей, а видит только сходства, то, извините, вы будете целый час обсуждать. И вы даже не успеете выйти на ресурс. Итак, дальше. Если ответила на вопрос, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если не ответила, то тогда еще можете уточнить. Или их может быть разное количество. Да, да, их может быть разное количество, как я уже говорила, в зависимости от того, кто перед вами. Потому что важно, иррационалу вообще больше нужно дать. Ему важно, если к вам пришел иррациональный клиент, он вообще должен уйти с двумя какими-то идеями, потому что ему будет тяжело одну идею нести. Ему сразу нужно несколько идей, потому что переключение из одной идеи во вторую идею, из одного шага первого пространства во второе пространство дает ему возможность находить импульс. И он тогда будет переключаться и быть в ресурсе. А если вы дадите ему одно задание, то второе задание, которое у него осталось, это оставаться здесь и сейчас прежним в себе. И поверьте мне, опять будет топтание на месте. Вот таким вот образом. И когда вы видите, что клиент к вам пришел, и вот нижний ряд, видите, нижний ряд я вам сейчас выложила картинки. Вот эти картинки, которые, две картинки, они не входят в общую колоду. Я вам как пример их сюда вложила. Для того, чтобы вы видели, что клиент может выкладывать в мой мир, карты, которые сразу же, сразу же говорят о том, что происходит в жизни клиента. И тогда вы уточняете его состояние, насколько повышена его тревожность, насколько сейчас он находится в депрессии, сколько продолжается эта депрессия, сколько стресс продолжается. И тогда первое занятие будет полностью посвящено тому, что конкретно происходило на линии времени, и что способствовало впервые появлению такому состоянию. Если вы найдете конкретно первое состояние, когда повлекло именно появление вот этого стресса, в зависимости от того, который он написал, конкретно вам стресс, да, если, например, ко мне приходит подросток, и у него боязнь экзамена, сдача экзаменов, тогда я буду выявлять, когда в первый раз это у него появилось. И если появилось в первый раз, что тогда конкретно произошло. И описываю полностью по ГРОУ, это как раз-таки реальность, реальность и возможности, цели, и конкретно выход первой шаги. Это ГРОУ. По-русски рост техника. И тогда получается, что я с ним, с этим подростком, буду прописывать конкретно шаги, как мы будем выходить из этого состояния стрессового, найдем конкретно первый источник и проработаем по линии времени в прошлое, в прошлом, что было из точки метапозиции. Четыре метапозиции мы будем с ним использовать для того, чтобы проработать и посмотреть на все это со стороны, когда она уже стала взрослой. И тогда она уходит в ресурсном состоянии, и у нее уже нет страха, потому что мы его прожили, проработали на линии времени, и она прожитое состояние перенесла на линию времени будущего, все, на линии времени будущего у нее нет страха. Важно, главное, выявить, когда впервые. Вот точно это выявить. И там, безусловно, нужно работать над этим. Потому что могут три образа выйти, может три выйти как раз-таки ситуации из прошлого. Но вам важно выявить самое главное, самое главное, которое способствовало действительно, действительно способствовало этому развитию, этому страху. Вот. Если мы выявляем такого клиента, безусловно, сразу же здесь понятно, над чем мы будем работать. И прежде чем мы не приведем его картинку, мой мир до состояния верхней картинки, безусловно, туда нет возможности туда вкладывать расширение. Там нужно сначала проработать с тем, что было. С тем, что было. Если понятна моя идея, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы. На них с радостью отвечу. На них с радостью отвечу. Угу. Супер. И мы продолжаем дальше. Мы продолжаем дальше. У нас еще осталось две техники. Осилите еще две техники. Не сложно вам? Немного информации я вам сегодня даю. Насколько чувствуете? Если чувствуете, что уже устали, вы мне как-то маякните об этом. Ага. Осилите, да? Ну, давайте. Давайте тогда. Отлично. Смотрите. Следующая техника. Возможности и план действий. Вы выкладываете декартовые координаты. И главное. Записать сейчас, как вы назовете эти декартовые координаты. В верхнем правом углу. Нет, давайте начнем с левого, потому что там позитивное. В верхнем левом углу главное, чтобы вы проговорили клиенту. Что получу, если сделаю тот или иной поступок или то или иное действие, и это отразится положительно на мне. Если, если, что получу, если сделаю то или иное действие, что будет положительным. Положительное, что я получу, если сделаю. Нижняя, нижняя, левая часть. Что будет, если сделаю, и конкретно отрицательно это отразится. Что отрицательного произойдет, если я это сделаю. Вы можете для клиента по-разному говорить. Для тревожных вообще слово отрицательное нельзя говорить. Там нужно по-другому подбирать слова. Совершенно. Поэтому очень важно еще, поэтому я и говорю, очень важно диагностику сразу сделать клиенту. Иначе он сразу закрывается. Слово отрицательное, все, закрылся. Что может быть отрицательного произойти в моей жизни. То есть первая часть левая, она конкретно, если я сделаю. Вот если я сделаю верхнюю часть, что произойдет от хорошего положительного. Нижняя часть, что отрицательного. Если мы переключаемся на правую сторону, то в правой стороне, что будет положительное, я не сделаю. То есть положительное, но я не сделаю. И что нижняя часть получается, нижняя, нижняя, правая часть. Что будет отрицательного, если я не сделаю. Что я не сделаю. Если клиент у вас еще не ресурсен, тогда вы предлагаете ему в открытую выложить за карты. Потому что когда вы будете с клиентом работать, развивать его доверие к себе, он уже потом и в отрицательных образах будет находить положительное. И поверьте мне, вы это увидите. Как только вы это начнете видеть в работе, где клиент во всех отрицательных картах будет практически видеть и находить положительное, то вы очень грамотно построили свою работу. И с клиентом уже можно прощаться и говорить ему, супер, молодец, ты все сделал, давай уже самостоятельно как-то продвигайся по жизни. И он прямо это оценит. И если к вам клиент пришел впервые, и вы видите его тревожность, состояние депрессии, нересурсное состояние, вы предлагаете в открытую разложить эти карты, дав заранее название этим координатам. Если клиент уже у вас продвинутый, находится в ресурсном состоянии, то можно в закрытую выкладывать карты, потому что все равно их бессознательно будет видеть конкретно то, что важно для них. И когда они из карты отвечают на эти вопросы, из карты отвечают на эти вопросы, после того, как вы получили ответы и записали их рядом, вы просите найти и проранжировать, найти важное, самое важное сначала найти, не читая то, что написано в каждой там координате. Просто вы говорите, сейчас я могу либо выписать, если клиент не может справиться с заданием, тогда вообще лучше выписывайте отдельно вот эти все высказывания на другой листочек. Я это тоже делаю, я прям беру высказывание, выписываю, врезаю, и даю 4 высказывания, и говорю, проранжируй теперь их. Он ранжирует, и мы потом просто сопоставляем, где конкретно находится то самое главное решение, которое он для себя нашел. Если, например, оно находится, что будет положительного, если я это сделаю, значит клиент четко понимает, что вот этот ресурс находится здесь, и действительно это нужно делать. А если этот вот его первый пункт находится, что будет положительное, если я не сделаю, но это будет положительное, оно будет самое первое, значит ему не нужно принимать какие-то действия. Особенно эта техника подходит, когда мы стоим перед выбором чего-то. И из рационализации получается, что мы что-то сделали, но потом получается такое состояние, что мы испытываем некомфортное состояние. У нас некомфортное состояние. Мы беспокоимся, мы приняли решение, но мы беспокоимся, поэтому я сразу же иду за помощью к бессознательному, бессознательное лучше меня знает, где это находится. Я делаю эту технику, у меня это вообще быстро происходит. Я сразу же выкладываю эти карты, нахожу ответы, ранжирую. Да, супер, не надо мне вообще это делать, что я сезону это вообще время трачу, например. Или нет, мне это срочно нужно делать, потому что если я это не сделаю, вот это вот произойдет, как, например, на этом рисунке. Если я это не сделаю, то нижняя правая наша часть говорит, если я не сделаю, то будет конкретно вот это. Я что-то не хочу шторма в своей жизни, да, я лучше пойду и сделаю это. Хотя, может быть, считала не таким это важным каким-то решением. Итак, по декартовым координатам. Если понятно все, то я продолжаю двигаться дальше. У нас осталась последняя техника, она очень простая. Она очень простая. И конкретно совет от карты. Совет от карты. Как раз-таки вот эти вот советы. Если клиент уже у вас ресурсный, в конце вы видите, то вам важно закрепить то, с чем уходит клиент. Если сам клиент не может еще сформировать мысль, потому что какие-то сложности еще пока есть, да, в формировании мысли, то вы конкретно, опять-таки, выкладываете три карты, оставляете только ресурсные карты в первую очередь. Потом, когда клиент у вас продвинут, то вам уже нет такой опасности, что клиент затревожится. Поэтому вы можете уже все карты вообще использовать. Достаете ресурсные самые карты, предлагаете ему в открытую достать три карты и в открытую из карты пусть он вам говорит. То есть не от себя, а из карты он вам говорит. Из карты он вам говорит, что конкретно, что конкретно, вот вам советует эта карта. Вот если бы она могла говорить, что бы она вам сказала. И тогда клиент проще выходит как раз-таки на инсайты, потом ими гордиться, что он сам это сделал. Понимаете? Самое главное – научить их самих это делать. Если вы хотите привязать к себе клиента, то тогда вы просто, как вам сказать, ну, это не совпадает с моей миссией, например. Моя задача – восстановить саморегуляцию клиента и таким образом дать ему возможность еще больше и больше увеличивать ресурсов и достижений, и достигать это, например, на предприятии. Видите, я в первую половину дня работаю директором, я знаю, если я сделаю своего сотрудника эффективным здесь и сейчас, он наибольшую пользу принесет для предприятия. И это очень важно, потому что и тогда мне, безусловно, мои генеральные директора говорят о том, что я подбираю очень качественно сотрудников, они очень мотивированы исполняют свою качественную работу, и тогда для меня, конечно же, это такое, знаете, как бы очень важные такие, важные моменты, которые действительно говорят мне о том, что я здесь и сейчас нахожусь на нужном месте, потому что компания действительно развивается. И у клиента то же самое, то есть если он сам начал делать что-то, то, безусловно, он потом этот механизм, алгоритм у себя зафиксирует, и, безусловно, он пойдет с этим в будущее, в жизнь. Но он может к вам прийти снова, конкретно, потому что вы этому научили, но ему нужно расшириться для чего-то нового. Вы же расширяетесь за это время, вы же так же растете, осваиваете что-то новое, интегрируете в свою работу новые инструменты, а он к вам придет снова за новым. Но он с таким позитивом к вам приходит, с такой радостью, с таким энтузиазмом, потому что он четко знает, что вы действительно снова научите это его делать, и он снова пойдет это самостоятельно интегрировать в жизнь. И вот это очень важно. Три совета от карты, которые действительно сейчас, и даже сейчас вы можете посоветовать посмотреть на эти карты, и действительно посмотреть, каковы мои первые шаги после того, как я прослушала этот вебинар, прослушала эту информацию, что я буду делать, как я это буду делать, и, безусловно, сформировать такие вот, знаете, мантры, позитивные предложения, которые готовы будете себе повторять, для того, чтобы почувствовать уже здесь и сейчас изменения, которые вы интегрировали в свою реальную жизнь. Так, Екатерина пишет, расти, расти, расти. Супер, Екатерина. Спасибо вам. Итак, есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Так, есть ли вопросы еще? Если вы открыты, значит, есть момент, да? Сохранять природные ритмы. Вот, Людмила пишет. Да, потому что я уверена, что арт-терапия, экотерапия, она важна, поэтому я клиентам предлагаю рисовать пейзажи, пейзажи рисовать и рисунки, если ко мне приходят творческие, особенно клиенты, особенно, которые не раскрыли свое творчество, свое время. То есть я у них спрашиваю, кем вы хотели быть в 14 лет? Они мне говорят, художником. А сейчас рисуете? Нет. Я говорю, замечательно. Тогда у него нет профессиональных навыков, нет образования, я могу ему предложить арт-терапию в качестве изотерапии. И он еще сказка-терапию подтверждает различными рисунками, прикасаясь, прикасаясь действительно к уникальным источникам природы, к естественным нашим инстинктам, которые дают нам также ресурсы. Итак, если есть вопросы, пишите. Пока я хотела бы рассказать, что я буду с вами обсуждать еще 12 марта. Прошу прощения, тут у меня февраля написано. 12 марта. Да, марта же уже у нас. 12 марта. И что мы будем с вами обсуждать? Мы будем обсуждать мои субличности, вот как раз таки и их пространство, потому что пространство, оно формирует взгляд. И если мы выявляем пространство, которое преобладает в клиенте, то тогда мы ему еще, расширяя пространство, показываем, как еще может быть. Мы проработаем ценности, безусловно, потому что у каждой субличности есть свои ценности, у каждой цели есть свои ценности. Я создала авторскую технику как можно на уровне конкретно тех ценностей, которые существуют, еще согласовать сферы жизни со всех сторон, чтобы еще ценности совпали. Также построение желаемых взаимоотношений, это гендерные отношения, мой мужчина, внутренний анимус, безусловно, также дам техники. Две линии жизни, текущая желаемая, безусловно, выбор. И как раз таки о сказкотерапии я расскажу об этом. Конструирование ромашки поддержки считаю это одно из важных, поэтому буду учить, как создавать ромашку поддержки. Конкретно клиенту, а потом и клиент самостоятельно это будет делать. И конкретно ромашку поддержки для вас мы также создадим. Путь к цели. Четыре стороны цвета, четыре стихии. Разберем с вами, про что это. Покажу все техники, которые можно использовать в рамках. А также метафорические ассоциативные карты разберем как плюс изотерапия, работа со страхами, с виной, с негативом, вот этого коснусь. И метафорические ассоциативные карты, плюс коучинг. Схемы и основные темы. Схемы и основные темы. Все мы разберем, будут вопросы, пишите, если что-то важно вставить в дополнительные, за рукавные темы, я всегда отвечаю, дополняю и очень рада. Итак, 12 марта у нас будет конкретно вебинар. Если есть участники, которые готовы встретиться оффлайн со мной, то я предлагаю это сделать 13 марта, также в 11 часов до 15.30 с кофе-брейком. Вот это все, вот это все, что я хотела вам сказать. И моей программы 1 марта 2016 года у нас идет арт-коучинг, уже начался, 4 задания мы уже получили, выполнили. Если у кого-то есть желание получить 60 техник арт-коучинга за 30 дней, плюс самому пройти трансформацию, пожалуйста, присоединяйтесь. И 2 апреля я вам говорила о том, что я запланировала базовые техники арт-терапии, куда я включу все техники и конкретно диагностику по психотипам клиентов. Итак, все, я передаю время. Какое время вебинара Кэти пишет, также 11 часов 12 марта. Спасибо вам огромное, спасибо вам огромное за ваши вопросы, грамотные вопросы, что вы действительно расширили этот вебинар, за обратную связь. И таким образом, и таким образом, и таким образом. Да, Кэти пишет, да, арт-марафон вы прошли уже. И присоединяйтесь, пишите в форме обратной связи. Сейчас я передаю слово Екатерине. Екатерина с радостью вам расскажет формы участия, условия участия. Если будут вопросы, задавайте их. И, конечно же, я буду на них отвечать. Итак, все, передаю слово Екатерине. Да, Светлана, огромное спасибо за вебинар. Отличные техники. И, друзья, для тех, кто хочет присутствовать на вебинаре 12 марта, мы предлагаем варианты участия по трем пакетам. Первый пакет, это пакет А, это участие в вебинаре, только в вебинаре, без записей, и стоимость данного пакета 1000 рублей. Следующий, это пакет Б, это участие в вебинарах, плюс записи. Ссылочку скидываю вам в чат, где вы можете посмотреть полное описание вебинара и оформить заказ. Стоимость пакета Б 2500, и следующий пакет, это пакет С, участие в вебинаре, это записи вебинара, это сертификат установленного образца, то есть по окончанию курса вам будет выдан сертификат. И колода из 60 карт, плюс руководство по работе. Стоимость данного пакета 4000 рублей. Как оформить участие? По ссылочке, которую я вам скинула в чат, вы переходите и видите вот такое вот окошко под описанием пакетов, под описанием курса, в назначении перевода вы пишете название, название курса. Это МАК, мои субличности. В комментариях вы пишете свою фамилию и имя, и в разделе сумма вносите сумму в зависимости от того пакета, который вы выбрали для себя. Способ оплаты выбираете виза, мастер-карт в данном случае и нажимаете оплатить. После чего попадаете вот в такое вот окошко, где от вас требуется подтвердить, внести все ваши данные, имя, фамилию, номер телефона, email, все необходимые данные вы заполняете и нажимаете на оплатить, продолжить оплату и попадаете вот в такое вот окошко. Все данные о своей карте, номер карты, все-все-все данные, которые требуются, вы вводите, нажимаете заплатить, вам приходит код на телефон о подтверждении и оплачиваете. И следующий вариант оплаты это с помощью Яндекс.Денег, если вам будет это удобно. Также в назначении перевода вводите название, в комментарии имя, фамилию, сумму, в зависимости от выбранного пакета и способ оплаты Яндекс.Деньги. Нажимаете оплатить и все происходит точно так же, как в первом варианте. Заполняйте все данные, только вместо данных о банковской карте здесь у вас просят данные о Яндекс.Карте. Ещё раз скидываю вам в чат все координаты Светланы, если у вас будут какие-то вопросы по участию, по сертификатам, по оплате, по оформлению заявочки. Задавайте вопросы Светлане и скидываю вам ссылочку, ещё раз дублирую, по которой вы сможете оформить своё участие. Есть ли у вас вопросы ко мне сейчас по оформлению, тоже их задавайте. Если вопросов нет, я желаю вам отличного дня и всего доброго. Обязательно приходите к нам 12 марта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...